на таможенную процедуру свободной товарной зоны. Применение ставки 0% в данном случае означает, что у компании возможно образование вычета по НДС, которое она может вернуть в порядке возмещения НДС. Кроме того, в Калининградской области установлена особая налоговая льгота на ввозной НДС с товаром, которые выпущены для внутреннего потребления при совершении процедуры свободной таможенной зоны на территории ОИЗ Калининградской области. И у нас есть возможность для резидентов в портовых зонах ОИЗ получить освобождение по НДС, выручки по проведению работы и оказанию услуг в портовой зоне. Если у нас просто услуги не облагаются НДС, это означает, что входящий НДС мы можем признать в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, то есть к вычету его принять мы не можем. То есть тоже будет это влиять на результаты, показатели деятельности компании. И я перехожу ко второй части своего выступления. Оно будет посвящено налогообложению в территориях опережающего экономического развития для резидентов. В 2014 году у нас был введен закон, который регулирует порядок деятельности субъектов на территории ТАСЭР. Исторически эти зоны расположены в моногородах, то есть в которых расположены городообразующие предприятия. Соответственно, есть необходимость их развивать, именно их промышленный потенциал, с тем, чтобы развивать эти территории. Резидентами ТАСЭР могут быть коммерческие организации, которые зарегистрированы на территории, где находится ТАСЭР, и которые заключили соглашение о деятельности на этой территории. Соглашение предусматривает определенный уровень капвложений, причем от уровня капвложений также зависит от применения определенных налоговых преференций. Мы немножко позже об этом поговорим. И также в соглашениях нужно установить долю иностранных работников. Но это понятно, потому что здесь у нас многие льготы, в частности по страховым взносам, касаются именно расходов на работников. Пониженные ставки предусмотрены по основным налогам, налог на прибыль, НДС, страховые взносы, имущественные налоги. Также есть особенности по свободной таможенной зоне. И также, как у ОСЗ, у нас предусмотрена дедушкина оговорка о том, что в случае изменения законодательства инвестор имеет право рассчитывать на нехуй стабильность, о том, что в отношении него изменения, ухудшающие его положение, не будут действовать, если это включено в соглашение. По последней информации, я смотрю данные у нас на вчерашний день, у нас есть 89 действующих ТОСЭР, из них 86 – это моногорода. Вот такая у нас статистика по данным экономным развитиям. Переходим к вопросам налога на прибыль. Здесь есть определенные особенности, как по уплате налога на прибыль в федеральный бюджет, так и по уплате в региональный бюджет. Здесь возможны применения ставки 0% в течение 5 лет с первого года с прибылью в федеральный бюджет. Но это не всегда есть, мы на следующем слайде посмотрим особенности. И в региональный бюджет ставка налогов у нас определяется до 5% в течение 5 лет с первого года прибыли, и не менее 10% в течение следующих 5 лет. Причем есть два разных варианта, каким образом применяются льготные ставки. Они могут применяться ко всей налоговой базе, но здесь необходимо помнить о необходимости введения раздельного учета на весь срок действия соглашения. При этом выручка от деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта, должна быть минимум 90% всех налогооблагаемых доходов. То есть в принципе резидент ТАССР может осуществлять иные виды деятельности, и на территории других ТАССР в том числе, но у него должен быть раздельный учет. И для того, чтобы применять льготу ко всей налоговой базе, выручка по деятельности, связанной с ТАССР, должна быть минимум 90%. В том случае, если условие о 90% не достигается, то тогда льготные ставки по налогу применяются только к выручке и к доходам, которые связаны с введением деятельности на территории ТАССР. И опять здесь у нас необходим введение раздельного учета, необходимо закрепление этого подхода в учетной политике, с тем, чтобы учитывать должным образом доходы и расходы, которые относятся к обоим видам деятельности, и выходить на правильный финансовый результат. На следующем слайде пытались объяснить механизм начала налогообложения на территории ТАССР в части федерального бюджета. Понятно, что государство стимулирует, чтобы компания как можно быстрее получала прибыль, и в том случае, если она не получает прибыль, то она начинает раньше применять повышенную ставку налога. То есть если у компании инвестиции составляют до 50 миллионов рублей, срок на применение налоговых ставок может начать течь раньше того срока, когда компания получит первую прибыль. Если в течение первых трех лет компания прибыль не получила, то начиная с четвертого срок на применение пониженной ставки начинает течь. Если она осуществляет инвестиции в объеме до 1 миллиарда рублей, то срок начинает течь и не получала прибыль в течение первых пяти лет, срок начинает течь начиная с шестого года и так далее. Соответственно, если у нас инвестиции составляют более 100 миллиардов рублей, то тогда, имея первые 9 неприбыльных годов, компания начиная с 2010 года, в любом случае у нее срок для применения ставки начинает течь, и вне зависимости от того, получила она прибыль или нет. То есть таким образом здесь стимулируют компании не уходить от необходимости все-таки платить налоги, хоть и по пониженным ставкам, но чтобы они их начинали платить как можно раньше. Еще есть определенные особенности по применению пониженной ставки по налогу на прибыль. Льгота в федеральный бюджет и применение ставки 0% предусматривается только для этих случаев, когда на региональном уровне также предусмотрены пониженные ставки. Условия для применения льгот, они, в принципе, общие и для других налогов, но хотела на них остановиться отдельно. Здесь они, в принципе, иллюстрируют требования к резиденту ТАССР. Регистрация должна быть на территории ТАССР, необходим статус резидента, то есть если резидент по каким-то причинам перестал быть резидентом, исключен из реестра, то он автоматически теряет право на применение льгот. Организация не должна являться резидентом ОСЗ любого типа или участником регионального инвестиционного проекта. При этом обособленные подразделения у этой компании могут быть на территории данного ТАССР или другого ТАССР в другом регионе. То есть вот эти особенности нужно учитывать при организации деятельности. И организация не должна являться некоммерческой банком, страховой, то есть есть здесь ограничения по видам деятельности определенные, хотя, в принципе, в законе виды деятельности не предусмотрены, но они обычно предусматриваются при создании ТАССР того или иного вида, в нем как раз и предусматриваются виды деятельности, разрешенные на территории данного ТАССР. Соответственно, это нужно учитывать. Компания не имеет права применять спецрежимы, и у компании отсутствует участие в консолидированной группе налогоплательщиков. По поводу имущественных налогов, здесь нужно иметь в виду, что не только имущественные, но и НДС сейчас рассмотрим. Здесь у нас возможность применения ставки 0% по реализации товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны. А также возможно применение заявительного порядка возмещения НДС. Здесь это важно, потому что ставка 0% подразумевает возможность именно возместить входящий НДС, и при наличии поручительства от управляющих компаний, эти компании могут, соответственно, НДС получать из бюджета. И по имущественным налогам у нас льготы предусматриваются на уровне субъектов. Соответственно, нужно изучать законодательство конкретного субъекта с тем, чтобы определить, какие льготы. Но здесь коллеги и в предыдущих презентациях предоставили достаточно подробную информацию на эту тему. И дальше мы переходим к вопросу о страховых взносах на территории ТАССЭР. И здесь как раз речь идет о возможности применения пониженных взносов для резидентов всех ТАССЭР. В отличие от особых экономических зон, где пониженные взносы у нас предусмотрены только в Калининградской области. Итак, по пенсионному фонду у нас 6% по ОМС 0,1% и фонд социального страхования 1,5%. Базовые условия видите на слайде. При этом льготные ставки применяются только в отношении выплат, которые производятся по трудовому договору. Если эти рабочие места были созданы для исполнения соглашения о деятельности, и в обязанности работников должны быть включены обязанности выполнения соглашения по ТАССЭР. В соглашении должно быть урегулировано количество рабочих мест, создаваемых в данном ТАССЭР данной компании. И в случае, например, если компания в процессе деятельности понимает, что ей нужны новые рабочие места, она должна внести изменения в соглашение ранее заключенное. И только после того, как все это будет утверждено с управляющей компанией, с регионом, что будет больше рабочих мест, появляется возможность применять пониженные ставки страховых взносов, в том числе и на дополнительные рабочие места. Исключение составляет ТАССЭР в Дневосточном федеральном округе. Но у него есть там особый статус, который связан с тем, что он должен быть получен не позднее 31 декабря 2021 года, и объем инвестиций не менее 500 тысяч рублей. Соответственно, в нем могут быть по другим основаниям, то есть в нем изменения по объему рабочих мест возможно и по иным основаниям, не обязательно согласовывать. И небольшие выводы, с которыми мне хотелось бы с вами поделиться. На основе вот этого анализа видно, что в ОЗ значительное внимание уделяется КАП-вложениям, а в ТАССЭР – новым рабочим местам. То есть здесь с точки зрения страховых взносов ТАССЭР является более выгодным инструментом. Резидентами в обоих случаях могут быть компании с иностранным участием, но если мы посмотрим на статистику, то компании с российским участием все-таки превалируют у нас среди участников особых экономических зон. При принятии решения о инвестировании в той или иной области необходимо учитывать, конечно, и налоговые вопросы, но есть и другие, которые нужно анализировать. Это вопросы инфраструктуры, вопросы качества обслуживания в той или иной зоне, размеры тарифов на энергию, уровень аренды платы. Ну и, конечно, нужно учитывать законодательство каждого региона, в зависимости от того, в какой ТАСЭР или ОЭЗ планируют осуществляться инвестиции. Существует вероятность частичного применения льгот, то есть когда не вся деятельность подпадает под деятельность ТАСЭР или ОЭЗ, а только частично. И финансовый эффект может оказаться неоднородным по времени, то есть это вот ситуация с обложением налогов в ТАСЭРах, с применением пониженных ставок ее нужно учитывать в своей деятельности. В принципе, это все, чем я хотела поделиться с вами, информация. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада ответить, ну или мы можем потом, после мероприятия, вернуться к обсуждению этих вопросов. Сейчас, по секундочку, у нас коллеги онлайн не слышат, даже если вы будете очень громко говорить, без микрофона. У меня вопрос такого характера, по поводу почему всего лишь три года с момента создания ТАСЭРа, есть ли понимание или представление, то есть после этого, если кто-то открывает новые рабочие места, то на них эти льготы уже не распространяются, если я правильно вас понял. Это вы... Вот, да, вот, только что, вот, предыдущий слайд был, вот здесь, при условии, что статус резидента был получен в течение трех лет со дня создания ТАСЭР. Ну, это требование законодательства. Я только единственное могу предположить, что имел в виду законодатель. Я думаю, что это стимулирует... Это направлено на стимулирование создания новых ТАСЭР сразу после того, как он возник. То есть раз он зарегистрирован, ТАСЭР введен, с тем, чтобы вы успели в первых рядах. То есть... Наверное, имеется в виду, что, знаете, чтобы не ставили ТАСЭРы пустые по 5-10 лет. Да, вот это имеется в виду. Ну, вообще, да, в принципе, как бы, если льготой воспользоваться можно только в первые три года, то получается только те, которые зарегистрировались в первые три года, они ее пользуются, а все остальные не успели. Ну, у нас ТАСЭРы, как с 2014 года, да, в принципе, начали развиваться. Возможно, как бы, ну, некоторые там создаются и по сей день. То, возможно, если проблема встанет в том, что кто-то не сможет пользоваться льготой, а ТАСЭРом захочет поспользоваться, да, то, возможно, законодательство изменит. Но это надо уже как-то лоббировать, там, обсуждать на уровне каких-то ассоциаций, на уровне, там, бизнес-сообществ. В принципе, да, такой вопрос действительно актуальный. Я, кстати, никогда на это не обращал внимания. Вот коллега, смотрите, индустриальный проект на территории ТАСЭРа тоже не знал. Это такие вещи, которые когда-то даже не замечаешь. Смотрите, у меня есть еще два вопроса касательно особых экономических зон. Пока шоу один забыл. Задам тот, который помню. Вот на территории ООЗов, по крайней мере, промышленных ООЗ, можно вести не только промышленную производственную деятельность, но и логистическую деятельность. Компании могут размещаться, вести логистическую деятельность. Вопрос. Имеют ли они возможность применять тоже налоговые ставки, налоговые льготы? Первый вопрос. И второй вопрос. Насколько вот... Просто мы уже видим, как на фоне развития электронной коммерции, это наши известные очень маркетплейсы, активно сейчас, активно в своем региональном развитии, и в том числе рассматривают возможность размещения своих объектов на территориях особо экономических зон. Вот я не до конца понимаю, такие компании, которые ведут логистическую деятельность, они тоже могут на налоговые льготы претендовать или нет? Знаете, по-моему, у нас как раз в прошлом году было внесено изменение в закон об ОИЗе, и там предусмотрели, что возможно совмещение этих видов деятельности. Я думаю, раз изменения внесли, то, соответственно, и льготы тоже можно пользоваться. То есть важно, чтобы документы у нас о ОИЗе, о соглашении были тоже... Соответствовало соглашение той деятельности, которая ведется. Потому что для применения льгот все, что компания делает, должно соответствовать соглашению. Соответственно, если соглашение было заключено до изменения законодательства, то, наверное, нужно сначала еще и соглашение поменять, а потом начать вести деятельность. Я бы так ответила. Вообще спасибо за вопрос интересный, но, так скажем, ответила как бы на основе своего понимания вопроса. Возможно, как-то там стоит еще подумать, поразмыслить, почитать. Если будут какие-то новые мысли, то обменяемся с вами в будущем. Хорошо. Спасибо. Еще один вопрос на уточнение касательно... Вот очень интересно было бы, вы привели примеры судебной практики. Вот если рассматривать такой пример, я просто не до конца понял, вот ваш пример, который вы проводили, насколько соотносится с моим. Вот, допустим, есть предприятие, допустим, президент индустриального парка. Он уже действует, он уже там приинвестировал, все работает. И потом индустриальный парк накрывается статусом особоэкономической зоны. Ну, такие тоже случаи мы сейчас видим на территориях индустриальных парков, создаются особоэкономические зоны. И, допустим, то предприятие, которое ранее было резидентом, уже приинвестировавшее, уже действующее, запустило производство, оно, допустим, доинвестирует в развитие своего производства, либо расширение, ну, даже не 120, там, не знаю, 520 миллионов, там, или миллиарды 20 миллионов рублей. И логично, такое предприятие становится резидентом особоэкономической зоны. Так вот, на какую ширину, на какой объем его деятельности будут распространяться налоговые льготы? На ту деятельность, на которую он расширился, либо на ту деятельность, которая там уже была, тоже налоговые льготы распространяются? Вот как вот тут вот все это посчитать? Да, тоже очень интересный вопрос. На самом деле, он, я именно на него обратила внимание, потому что здесь могут быть вопросы, и на самом деле он такой вопрос неоднозначный. Нужно изучать документы. Вот в том конкретном случае, про тот конкретный случай, да, строительство кирпичного завода в Калининградской области, там была ситуация, что именно изначально там было постановление регулирующей деятельности этого предприятия о том, что будут производиться инвестиции, что там ведет. И затем, когда было с этим компанией заключено соглашение, то там была та же самая деятельность. То есть это не новое что-то было, да, и я так понимаю, что именно этот аргумент позволил компании воспользоваться льготы по налогу на имущество. То есть если есть связь между инвестициями, произведенными до получения статуса с новым, да, то возможно, я думаю. Но я именно этот пример привела с той точки зрения, что к вопросу нужно подходить очень осторожно и изучать положение соглашения о применении, да, положение законодательства. И учитывать, что во главу главное все-таки ставится вот получение статуса резидента как рубеж, да, и то, что деятельность должна регулироваться соглашением. Вот. Надеюсь, я ответила? Да, да, спасибо. Спасибо. Да, вы осмотрите особо к нам. Можно сейчас? А, давайте сейчас. Если можно, я свое понимание вашего первого... На самом деле, действительно, в одной из редакций закона была промышленно-производственная или логистическая? И как вы совершенно справедливо заметили, Екатерина, совсем недавно было внесено изменение, при котором промышленно-производственная или логистическая деятельность. Спасибо. 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 Относительно второго вопроса. Наш 116-й федеральный закон появился, как вы знаете, в 2005 году. И перед этим в России была череда очень неуспешных практик создания свободных экономических зон, зон экономического благоприятствования, Калмыкия, Ингушетия, вы помните эти темы. Поэтому законодатель очень тщательно смотрел, чтобы льготы, которые предоставляются, во-первых, относились к резиденту, который действует в этой деятельности и занимается там производственной деятельностью. Поэтому вот вы говорили, Катерина, что резидентом может быть юридическое лицо зарегистрировано в границах муниципального образования, где находится ОИЗ. Оно не может иметь филиалов или представительств, потому что тогда как бы утекут деньги, бюджет недополучит. Поэтому точно так же и суды исходят. Если имущество создано, приобретено для интересов деятельности в особой экономической зоне, правда, с какого момента, так сказать, там они будут смотреть, то тогда, безусловно, оно будет учитываться в налоговых преференциях. Катерина, если позволите тоже свое мнение, Калининградская особая экономическая зона, она регламентируется другим нормативным актом, и Магаданская. Поэтому, мне кажется, в некоторых случаях сравнение не совсем правильное, корректное. И действительно, если мы сейчас зайдем на сайт Министерства экономического развития, мы увидим не 15 промышленных производств особо-экономических зон, а 19 или 20. И вот еще три появились у нас в 27-го. Оренбург, Смоленск, Иваново. Так что какой-то идет взрывной, так сказать, рост. Мой анализ показывает, что за последние три года количество особо экономических зон удвоилось в промышленных производствах. И еще подрастет. Спасибо. Спасибо, коллеги, за интересную дискуссию, за обмен мнениями. Тоже очень полезно и приятно, что слушали внимательно. Спасибо. А для тех, кто не в курсе, и для тех, кто сейчас с нами в онлайне, из зала был ответ о комментарии от Алексея Истомина, который уже создал одну из лучших особо-экономических зон в России, ОС Липецк. И вот сейчас активно занимается созданием развития, да, уже создал, развивает особо-экономическую зону Доброград. Такой ответ от практика. Да, Екатерина, спасибо большое. Действительно, очень подробное и, главное, прикладное выступление. Для меня было очень много новых инсайтов. Ну, Алексей Иванович уже сказал, что пару дней назад плюс три новых особо-экономических зон промышленно-производственных типов было создано. Да, Оренбургская область, Смоленская область и Ивановская область. Да, вот сегодня у нас вместе с нами коллегия из Ивановской области. Прошу присоединиться к нашей дискуссии, рассказать о том, какой путь вы прошли по созданию особо-экономической зоны. На самом деле, интересно, почему по этому пути решили все-таки пройти, мне кажется. Ну, создание особо-экономической зоны довольно такой серьезный шаг. И как вы видите влияние создания ООС на привлекательность Ивановской области как одного из центра инвестиционного развития, как минимум, в ЦФО и в России? Так, в этот раз удалось все настроить, чтобы все все видели, да? Да, все вроде бы работает. Отлично, прекрасно. Только, пожалуйста, возьмите микрофон. Да, здравствуйте. Спасибо. Меня зовут Андрей Паевский, я директор по привлечению инвестиций в Ивановскую область. И я сегодня расскажу об очевидных выгодах, так сказать.